Мы официально открываем эту прекрасную пистолет, которая состоит из двух шестей. Это первая часть «Это всё что?», в которой принимает участие целая группа авторов. И отдельно звуковая галерея, которую представляет Борис. Он сейчас скажет пару слов о том, что там происходит. Я же с моей стороны хочу сказать, что в той части зала представлена выставка «Это всё что?». Две замечательные художницы, которые собрали вокруг себя ещё целый коллектив авторов. И все вместе они создали эту прекрасную экспозицию, инсталляцию с магнитофонами, инсталляцию с химическими опытами, инсталляцию Кати с опытами специальной фотоэмульсии, основанной на растениях. Об этом, может быть, автор расскажет отдельно. И я предоставляю слово Борису, который тоже скажет пару слов о том, что будет происходить и в самом галерее, что показывается там на видео. И ещё у нас есть гости, Эдуард и Вадим, они тоже пару слов скажут, потому что там много участников, представленных из Дальневосточного федерального университета, которые, собственно... Собственно, все учились. Да, да, там все участники, да. Ну, и многие участники, которые учились в школе Родченко, уже учатся в Дальневосточном федеральном университете на Digital Art. В общем, это целое такое комьюнити и, в общем, да, вот. Доставляется слово Борису. Всем добрый вечер, спасибо, Рестарт. Официально открываемся, я начну с той выставки, про участие, наверное, расскажут больше авторы. Вкратце, идея этой выставки, она была... Она появилась почти год назад, и по ряду обстоятельств она несколько раз уже переносилась, и, наконец-то, мы всё-таки смогли её открыть. Большое спасибо Сергею Красничеву, где-то он здесь тоже присутствовал. И Вадык летает здесь. Да, он с нами всегда. Я пригласил кто-то с идеей выставить работы. И, значит, эта выставка, она состоит из двух частей. Первая часть находится, собственно, внутри звукового бельея. Это ряд на экономических звуковых работ. И вторая часть — это ряд небольших комитетражных видео. Это стерео-композиции, аудиовизуальные композиции, перформансы, и какие-то полевые исследования, которые также проводились студентами, собственно, в рамках программы Digital Art, а именно интенсиво-филд-процессинг, где мы с ними искали, так называемые, скрытые, те звуковые события, некие события звуковой темпоральности, которые мы не можем воспринимать невооруженным ухом или невооруженным глазом, потому что важная часть этой выставки — это преобразование световых композиаций. И, собственно, студенты собирают специальные преобразователи, которые позволяют расширить порох нашего чувства, можно сказать, получить дополнительные чувства к электромагнитным колебаниям, которые у нас окружают обсиделенности, особенно в связи с тем, в связи с распространенными технологиями, и на этом звуковом материале был создан ряд проектов. То, что у нас представлено в звуковой галерее, это две инсталляции, сделанные студентами первого набора. Это инсталляция пять скрытых ландшафтов, где в результате звуковых прогулок были собраны определенные массивы сэмплов, и из них были созданы алгоритмические мегакональные композиции. И вторая часть – это композиция LightHub, именно версия, написанная для Владивостока, то есть состоится в специфическом композиции, где мы совместно со студентами исследовали световую среду одного из старейших районов Владивостока, района Миллионки, то есть у каждого из нас был определенный маршрут, который по мере прохождения превращается в композицию растянутого времени, звуковую композицию, и потом. Этот маршрут имеет определенную пространственную направленность, которая переносится затем в звуковое пространство галереи. Там сопрямлена ее ориентировка, то есть направление севера, здесь мы также видим направление севера, и, соответственно, где эта световая среда, то есть вот это пространство световой среды Владивостока, оно затем переносится к галерею, и мы его можем здесь услышать. А в видеочасти, соответственно, находятся проекты студентов первого и второго набора иллюстратуры, где каждый исследовал разные важные для них темы, о которых можно, в принципе, ознакомиться подробнее, взяв экспликацию или посмотрев видео. Ну и хочу поблагодарить куратора программы, в том числе, что это все стало возможным, Вадим Смартин, Георг Хаймонт, который связан с нами, Мария Купцова и Екатерина Беляева, которые с нами дистанционно, ну, может быть, я тоже пошел по тебе сказать. Спасибо большое. Очень приятно, на самом деле, что там все получилось, что была возможность оказаться в Москве в это время, и выросли с культуром. На самом деле, действительно удивительно, что выставляются работы, которые, получается, мы делали два года назад, да, уже? Ну, полтора. 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 То есть, это наш самый первый набор студентов. И сама вот эта инфраструктура, да, которую мы сделали на Дальнем Востоке, это, на самом деле, удивительная вещь, которая, она сейчас как бы заканчивает какой-то свой цикл, то есть, там меняются кураторы, меняется само по себе направление, то есть, вот, второй набор, который сейчас будет не пустой, нет, именно второй, который мы сейчас с дивизиентом диплом, да, это как бы последний набор, к которому он причастен, то есть, я иду, и Мария, вот, но, наверное, важно, действительно, отметить, что сама эта магистратура, она направлена на, была направлена на исследование взаимодействия цифровых и физических границ, то есть, каким образом цифровое и физическое переплетается, и каким образом оно порождает какую-то новую сущность. Вот для этой магистратуры мы написали бриф, который называется дигитоцент, да, это бриф о смешении физического и не физического внутри вот этого такого пластика, на который мы обычно смотрим под срезом антропоцена, но вместо пластика мы производим вот эти цифрофизические суррогаты. И, наверное, вот когда мы начинаем думать про эти цифрофизические суррогаты, то полевые исследования, которые делали студенты, это действительно такой очень хороший и, как мне кажется, понятный пример того, каким этот физический суррогат может являться, да, когда сами по себе границы вот этого цифрового физического ухода, они настолько не определены, что мы обычно стараемся не думать об их пересечении, но через искусство, через какие-то полевые исследования, дополнительные сенсорные приспособления нам удается увидеть эти границы. Поэтому, конечно, мне кажется, что вот именно тот образовательный проект, который Борис вел на Дальнем Востоке, это очень такое яркое действие, которое показывает, как работает дигитоцена именно внутри звукового искусства. Спасибо. Да, можно, я, если бы, я уже много рассказал об этом, но я есть что-то добавить, то, что как здорово, что в принципе получается так, что работа студентов, которые вроде как из-за студентов, то они из-за того, что ребята сделали на очень высоком уровне и, собственно, нам кажется, что это то, что действительно двигает как-то процесс, художественный процесс дальше, делать новые шаги в этом процессе, и что электромузей вообще в принципе готов рисковать, запускать такие проекты, если не поддерживать, это, мне кажется, у тебя это здорово. это не поддерживает, в этом шуте электромузея. Это круто. Класс, что ребята уже выпустились, а выставка только началась. Это тоже, мне кажется, здорово. Ну, кто-то выпустил, потому что, что я продолжаю, да, тут все перемешанное, я только, в общем, все, собственно, не обеспечиваю. На этом, наверное, перейдем к второму. Да, дадим слово нашим авторам. Да, у нас сегодня двое авторов, которые участвуют в обещании вставках одновременно, то есть, у нас, кстати, полубедищись, такой. И сегодня они представят также перформанс через такой такой, через минуту. Ну, слово вам, Екатерина Трэнчик, в целом, все речи. Все речи. Все речи. Да, спасибо большое, что вы пришли. Я скажу, вообще, куратор выставки Кира Вайнштейна, она опаздывает, но... Потому что она не спала всю ночь, готовила файлы. Да, и у нас получилась замечательная выставка, благодаря, конечно, электромузею, Ари Старху и не оставь уже просто огромное спасибо за поддержку, вообще, за всякие советы. И, действительно, у нас получились в выставке горизонтальные такие связи. Огромное спасибо Александру Евангелии, который консультировал и написал прекрасный текст. И этот текст, он сложный, и, может быть, не каждому зайдет, но если вы хотите углубиться и, действительно, понять суть, там есть еще QR-код, по которому можно перейти в расширенный текст, и там будет еще больше всяких классных связей. В общем, мы долго делали эту выставку, потому что она откладывалась из-за коронавируса, и никто не верил, что она состоится, но вот этот день настал. Огромное спасибо Кате Фериченко, которая сверстала нам прекрасные и афиши, и все. В общем, очень много людей, которые много, действительно, труда потратили на то, чтобы она состоялась, и мы, конечно, счастливы и рады, что вы здесь стоите вместе с нами. Да? Да. Будет прикол у нас, я думаю, что минут через 10-15 вместе со зрителями без вас мы, конечно, не обойдемся, потому что вы нам нужны. В общем, пошумим, посветься вместе с вами. Это будет в SA Gallery минут через 10. Субтитры сделал DimaTorzok